Парадокс неожиданной казни. Впервые он был озвучен в 1948 году Коннором и звучал про офицера и тревогу, но наиболее популярно он излагается обычно про неожиданную казнь. Я просто текст зачитаю. Первое. Я никогда не врал. Запрещенный подумал над его словами и улыбнулся. Воскресенье меня казнить не могут. Потому что если я нахожусь в субботу, то я точно знаю, что воскресенье меня казнят. И уже не будет сюрприза. Начнем делать вывод, что воскресенье меня казнить не могут. Значит, меня могут казнить в субботу. Но если я нахожусь в пятнице вечером и думаю, я-то знаю, что воскресенье меня казнить не могут. И я точно уверен, что меня казнят в субботу. Значит, меня в субботу казнить не могут. Но аналогично. Находясь в четверге, он думает, что я точно знаю, что меня в воскресенье не казнят. В субботу не казнят. И значит, я знаю, что в пятницу казнят. Я же точно выяснил, что меня в воскресенье в субботу не... И вот так он проделал со всеми днями и заявил начальнику тюрьмы, что не удастся меня казнить неожиданно. Не будет для меня это сюрпризом. Сейчас, минуточку. А как дело происходит? Значит, что меня казнят на следующей неделе? На следующей неделе в полдень. Ну, это без разницы. Да, в полдень. Вот. А этому предшествует что там было счета? Ничего не предшествует. Ничего. Вот просто он выясняет, в воскресенье меня казнить не могут. Ну, допустим, я сижу вечером в субботу, живой. И если меня казнят в воскресенье, я уже точно знаю. Значит, если меня казнят в воскресенье, то начальник тюрьмы соврал. И для меня это не является сюрпризом. Точно, да? Ну, почему? Если он просчитал, что его не могут казнить в воскресенье, а потом его казнят в воскресенье... Нет, вопрос именно в том, что... В среду приходит палат... В среду приходит палач, в 12 часов казнил, и все. И вопрос самого парадокса, а где же ошибка в логике осужденной? Да, да, я помню. Где ошибка? Он же рассуждает точно, логически. И над этим до сих пор ломает голову. Сколько там, 60 лет есть этому парадоксу. И судя по книжкам, судя по Википедии, разрешения парадокса нет. Но я предлагаю разрешение этого парадокса. То есть, что значит разрешить парадокс? Это значит, либо найти логическую ошибку, либо найти, на чем он построен. Не патронологическая ошибка, но на чем он построен, что вводит заблуждение. По моему мнению, парадокс построен на недостаточности формулирования самого парадокса, самой ситуации. А эта недостаточность заключается в том, что в нее не входит, а когда и сколько раз может заключенный заявить о своем знании о казни. Все это промолчали об этом. А вариантов всего лишь три. Либо он должен заявить тут же, сразу же, в воскресенье, когда ему сказали, что он и сделал. Он заявил, что меня не могут казнить, потому что потому-то, да? Либо он может заявлять в один день из недели. Вот утром он просыпается и говорит, меня казнят сегодня. И третий вариант. Ему дано право каждый день просыпаться и говорить, а точно знать, что меня казнят сегодня. То есть три варианта есть только. И вот эти три варианта не были обсуждены в условиях задачи. И что же у нас получается? Теперь берем логику самого рассуждения. Как это повлияло на логику? Ясно из логики рассуждений, что заключенный исходит из того, что ему один раз дам только право сказать. Потому что если бы он решил, чтобы дано право говорить каждый день, то тогда бы вообще не нужна логика никакой, да и никакой начальник тюрьмы на это бы не пошел. Ну, это спромешный вариант. Ну, это просто вообще парадокс рассыпается. Я не знаю, что что значит право сказать. Тут же речь не идет о том, что он должен что-то сказать. Но он, нет. Это когда не является сюрпризом, это же должно как-то зафиксировано быть. То есть, получается так, что если бы они не договорились об этом, то тогда в любой момент, когда приходит палач, он говорит, а я это знал, я только знал, что вы только сейчас и придете. То есть, для того, чтобы логически совершился этот парадокс, мы должны договориться, а когда он это скажет? Как вот об этой форме не было ничего сказано? Так нет, ну, здесь можно было бы понять его и так, что для него на самом деле это будет сюрпризом. Вот, то есть, неважно, говорит он это кому-то, не говорит, но вот для него это сюрприз. Я еще раз говорю, вот если, допустим, он понимает, что воскресенье меня не могут казнить, потому что я же буду знать о том, что меня казнят, это же последний день, поэтому меня воскресенье не казнят. И вдруг в воскресенье приходит палач, и он как бы оказывается в ситуации сюрприза. Для него это сюрприз. Это один из вариантов этого парадокса. То есть, он дальше развернут в новом парадоксе с парадоксом, с сюрпризом тоже, что я тебе на следующий день подарю подарок, но ты не будешь знать, и для тебя это будет сюрприз. И строится так, что я знаю, что... А, но для тебя это будет сюрпризом. И человек говорит, если подарок мне сообщить, значит, уже не будет сюрприз, значит, подарка не будет, я прихожу с подарком, а оказывается с сюрпризом. Но это другой парадокс. На мой взгляд, здесь смешаны два парадокса. Один парадокс по поводу сюрприза, вот, именно сюрприза, именно что я думал, что сюрприз, а больше не сюрприз. И здесь логический парадокс. А логический парадокс построен на том, что именно не все условия... Вот давайте я логику сейчас еще попробую просменить. Что неявно, неявно подразумевается, что все-таки ему нельзя говорить каждый день. Ну, вообще, продукт рассыпался, да? Если он думает, что я должен вот сегодня, в субботу заявить, что я знаю, что у меня в пятницу, когда нет воскресенья, значит, он понимает, что один раз нужно заявить. И в пятницу, когда он будет заявлять, тоже понятно, что один раз заявлять. То есть он исходит из того, что он заявляет каждый, может заявить один раз в неделю. Но при этом, при этом, при условии, что он может заявить один раз в неделю, его логика рассыпается. Скажем, в субботу, в суждение, меня не могут казнить воскресенье, истинно. Если сюрпризами не играть, а нельзя что-то... Но в пятницу, в пятницу, суждение меня не могут казнить в воскресенье, становится ложным. То есть он исходит, и уже, когда он... В своих рассуждениях он исходил, что в воскресенье меня не могут казнить истинное суждение. А когда он рассуждает об этом в пятницу, оно становится уже ложным. А он исходит из него, как из истинного. И вот эти все логики рассуждения... Потому что он не находится ни в воскресенье. Ну, не в субботе он находится. в пятницу, если когда в субботу находился, это истина была в субботу вечером. В субботу вечером или в воскресенье с утра. То есть здесь получается так, что он исходит из того, что раз истинное суждение, оно остается истинным в следующих рассуждениях. А при отходе назад во времени оно теряет свою истинность. Поскольку если бы он имел право говорить каждый день, это для меня не будет сюрпризом, тогда бы он оставался истинным. И получается план, что да, поскольку если бы они договорились изначально, то никакого парадокса и не было. То есть парадокс строится на том, что не было, чуть-чуть не договорено, он спрашивал, а когда я должен мне это сказать? Ну просто в этом парадоксе вообще не сказано, потому что он что-то должен сказать, и что если он скажет, что это не сюрприз, его не казнят. Ну просто, ну что же, да и я не будет сюрпризом. Да, но дело в том, что он же ведь как-то должны бы выяснить, сюрприз или не сюрприз. Каким-то образом. Потому что тогда получается нечестно. Только приходит палач, и он заявляет, ой, для меня это не сюрприз. Я так и ждал, что сегодня. Сюрприз это, грубо говоря, что он думал, что его точно не казнят в этот день, а его взяли и не казнят. Но для того, чтобы знать, что он думал, что его точно не казнят, нужно... Тогда, может, получается, и в субботу точно так же. Тогда не может рассуждать и по субботу. И по субботу тогда не может рассуждать. Потому что он сидит в субботу и думает, а меня, значит, если меня завтра казнят, то это не будет сюрпризом. Значит, меня не казнят. То есть, именно без заявления... А проблема состоит в том, что он понимает, что вы его не должны казнить, а потом в воскресенье полнит сюрприз, и все, ничего нет уже. То есть, явно, начальник тюрьмы не обманул. Он может это сделать в любом месте. То есть, сюрприз получается... Термин сюрприз получается сильным условием, которое прорегает все остальное. Да. То есть, и... То есть, получается, сюрприз описывает некий... Вот этот сюрприз принадлежит некому специальному классовому объекту такому, которые вот не такие, как то, что тебя казнят в 12. То есть, оно не является положительным некоторым высказыванием. Так ведь, да, получается? Ну, скажем так. Не оговорены условия сюрприза. Не оговорены условия сюрприза. Что, что, что... То есть, именно... Нет, это получается, что как раз условия сюрприза оговорены. Получается, что это разновидность парадокса, что я лгу. Ну да. Нет, 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 нет. Это не разновидность парадокса. Если понимаете, что так... То есть, задача есть либо не полнота полнота установки задачи, либо сама задача сама себе противоречива. А я думаю, знаете, какая проблема? Проблема состоит в том, что когда мы говорим о вероятности, Допустим, у нас есть 7 дней в неделю, и когда мы говорили, если бы равновероятно было в любой день, то они были бы не связаны с событиями. И в любой день, что такое сюрприз, в любой день можно прийти и полажить, и сказать, что тебя казнят. Но дело в том, что на самом деле эти события связаны во времени, последовательно. И не так получается, что в седьмой вдруг день, а все равно должен пройти первый, второй, третий, четвертый и пятый. Из-за вот этой связанности возникает проблема. Ну, условная вероятность. Да, условная вероятность возникает. Здесь вероятности нет, я думаю, что задача невероятная. Задача вероятностная с точки зрения человека, который сидит, думает, когда у него будет... Можно связать с вероятностью, если считать, что сюрприз, это когда вероятность не равна единице. Вот, собственно, в воскресенье вероятность равна единице. Потому что при условии, что тебя ни казнели, поделем в том, кто знает, к теме, kita субботу, остается один день и вероятность равна единице. Да, но когда пятница, уже вероятность больше не единицы. Получается, здесь прямо противоположная вещь, которую люди же часто делают ошибку. Они считают, что если тебе один раз выпал орешка, то в следующий раз тебе обязательно выпал орел. У тебя орел, орешка будет с вероятностью 1-2. Если перевести на язык вероятности еще раз ваше рассуждение про сюрприз или уверенность в воскресенье и ту же ситуацию рассматриваю и с пятницы. То есть в воскресенье все предыдущие дни уже прошли и вероятность того, что его должны казнить в этот день, она равновидится, потому что других дней просто нет. Но при этом он это знает. Это парадокс. Я думал, что нет. Если он находится в пятнице, то его уже не могут казнить в понедельник, вторник, среда, четверг. Его уже не казнили. Но поскольку ему сказали, что его точно казнят, его должны казнить либо суббота, либо воскресенье. Воскресенье его не смогут казнить, когда он будет в воскресенье. А в пятницу это не так. В пятницу вероятность на вторую, на вторую. Здесь невероятность. Это просто можно говорить, что это невероятность. Уверенность. И это уверенность. А в понедельник, соответственно, одна седьмая. То есть весь парадокс рассыпался только так, что а как я узнаю, что это сюрприз или не сюрприз. Как должен начальник тюрьмы узнать, что сюрприз это или не сюрприз. Одно дело думать, а другое дело заявить. Вот я заявляю, что сюрприз это тогда, когда я говорю, что меня точно казнят. И приходит и говорит, что все не сюрприз. Субъективный. Меня точно не казнят. Просто как раз этот вопрос, если мы будем работать с понятием сюрприз, он действительно, на мой взгляд, понижает градус обсуждения по сравнению с тем, что мы будем работать с понятием вероятности. Действительно понижает. Потому что сюрприз это некое неожиданное событие. Я думал одно, а получилось нечто другое. Это так. А вот с вероятностью, почему это здесь интересно, потому что действительно, ведь некоторые люди думают так, что вот я летал, летал, летал на самолете, у меня вероятность погибнуть в аварии одна десятитысячная. Я уже тысячу раз полетал, и в следующий раз я почти наверняка погибну в аварии. Но это же не так. У него в следующий раз уже будет одна тысячная. И еще он еще десять тысяч раз полетит, и потом у него снова будет вероятность одна тысячная погибнуть и так далее. Здесь похоже, что действительно вот такая вот вещь, связанная с вероятностью. Ну, может быть. То есть я свою интерпретацию без вероятности. Нет, как раз вероятность его... Нет, 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 Игорь, нет. Здесь ситуация такая, что он как бы мысленно может встать в позицию воскресения. И там как бы посчитать условную вероятность вот эту, может. У тебя это число вообще не есть. То есть он уже как бы мысленно, поместив себя в воскресение, понимает, что в этой ситуации для него это сюрпризом быть не может. У Gosling, число логический. Здесь логический вывод. Жёсткий логический вывод и ошибка логического вывода. Скажем так, вот если переводить логический язык, если я беру истинную посылку, я из нее логически увожу другую истинную посылку, из этого еще следующую истинную посылку и еще следующую. И он эти истинные посылки, эти шаги, это рассуждение делает. И приходит к выводу, что его никогда не казнят на этой неделе. Но при этом он исходит из того, что его первая посылка является истиной. Но она является истиной только в субботу. А в пятницу она уже перестает быть истиной. И поэтому весь логический ход до понедельника не делается истиной. То есть вот этот обратный ход, если бы это в прямую было, в правую по времени, то тогда не истинная посылка не стала бы не истиной. Да, она не может уже измениться, если в будущее идет. А поскольку у нее это прошлое, то она может перестать истиной быть. А он продолжает считать, что она истинная. Каждый день меняется истинность. Переходя к пятнице, он уже теряет истинность посылки про воскресенье. То есть она двигается с понедельника по... А, так, нет, а тогда он не придет к этому выводу. То есть здесь именно... Так, это двигаться нельзя, да. Да, здесь либо вариант тогда, что он может говорить каждый день. Но это не рассматривается. То есть здесь именно вот эта обратная логика отсчета, она... Нельзя ожидать, что когда ты движешься в обратном, логически рассуждаешь в обратном во времени, что от твоих рассуждений не поменяется посылка. Начальная. То есть, скажем так, когда он исходил из того, что в воскресенье его не казнят, он знал, что в четверг его уже не казнили. Но когда он находится в четверге, он этого еще не знает про пятницу, а про среду, он еще не знает про четверг, а уже делает вывод, что воскресенье посылка истинная. То есть вот этот как назад, сразу делает... То есть он вывод о том, что его не казнили, не могут казнить в четверге, делает на основании посылки, в которой уже включено, что его не казнили в четверге. Да, да, да. Она уже стала ложной. В момент момент она была истинной только при рассуждениях в субботу. Не совсем, он вот так, он, рассуждая про воскресенье, он предполагает, что его не казнили в эти все дни. Да. Но потом он на основании этого предположения доказывает, что его не казнили в эти дни. Это и есть, но тоже же парадокс для математической индукции, если верно n, то надо доказать, что n плюс 1 будет верно. И всегда любой математик, который я учит, вы всегда проверяете верность n равному единице. Потому что если n равному единице у вас не выполнится, потом все будет доказываться это. Но ваше утверждение будет неверно. Здесь получается, что n минус 1, n минус 2 доходим до единицы, а бесконечность, да. То есть, а само n зависит от минус 2, 3, 4. То есть, здесь нельзя делать логические шаги доза. То есть, получается, да, какой-то логический дух всегда проверяет. Примерно. Да. Прямо шагом. Да, нет, но оно, действительно. Здесь невероятностно. Но самое главное, что стоило бы только обговорить, что ты должен сказать это утром. Что тебя казнят. Вот. И все, парадокс бы рассыпался тут же. Парадокс именно на недоговоренности. Ну все, тут короткое.